Бернар Мари Кольтес В одиночестве хлопковых полей Перевод Натальи Санниковой Действующие лица Продавец-дилер Покупатель, клиент Должна быть в пацане какая-то загадка Тайна должна быть какая-то Сделка это коммерческая операция С запрещенными или строго контролируемыми ценностями Которая заключается между поставщиком и заказчиком В нейтральном, неопределенном, непредусмотренном для данной цели пространстве Посредством молчаливого согласия, условных знаков Или двусмысленного разговора Во избежание риска предательства или мошенничества Каковой возможен преподобной операции во всякое время дня и ночи Не предлагают водки Но я оказался сильнее Петят две банки шпродов Возьму, что позеленее Твои изумрудные брови И уши в лучах заката Со мной поступать так не нужно Надо мной и издеваться не надо Скоро слюбил, поприменил сны А в остальном все Раз вы оказались вне дома в этот час, в этом месте Значит, желаете приобрести кое-что, чего у вас нет И это кое-что есть у меня Потому что раз я был здесь до вас И буду здесь после вас И даже этот час Час яростной схватки между человеком и зверем Не пугает меня Значит, у меня есть все Чтобы удовлетворить желание первого встречного Это как груз, от которого мне нужно избавиться Переложив его на любого другого Человека или зверя Кого угодно Вот почему я приближаюсь к вам Несмотря на неурочный час Час, когда человек и зверь с яростью бросаются друг на друга Я приближаюсь Я к вам Раскрыв объятия Рожав ладони Со смирением того, кто предлагает Перед тем, кто готов купить Со смирением того, кто обладает Перед тем, кто жаждет Я вижу ваше желание Как видят свет, который зажигает в окне В верхнем этаже Сумерки Я приближаюсь к вам Как сумерки приближаются к этому первому Зажегшемуся свету Тихо, почтительно, даже нежно Предоставив человеку и зверю там внизу Рваться с поводка И показывать яростный оскал Нет, я не догадался, чего вы желаете И вовсе не спешу это узнать Желание покупателя Самая печальная вещь на свете Содержаешь ее, как маленькую тайну И только и ждущую, чтобы ее разгадали И тянешь с разгадкой Это как с подарком Получаешь его и тянешь время Прежде чем развязать на нем ленточку Нет, я сам здесь, на этом самом месте С самого начала желал всего того, чего Может желать всякий человек или зверь Когда он в сумерке выходит из дома Несмотря на яростное урчание Неудовлетворенных людей и зверей Вот почему я знаю Не хуже, чем озабоченный покупатель Еще хранящий свою тайну, как действенница Которая собралась в проститутке То, что вы попросите У меня есть И вам достаточно Ну да, достаточно Не обижаясь на видимую несправедливость Положения просителя перед тем Кто и сам готов предложить Просто попросить это у меня Потому что нет на земле другой Истинной несправедливости Кроме несправедливости Самой земли Бесплодной не от зноя Так от холода И лишь иногда родящей От теплого слияния зноя и холода А значит нет несправедливости Для тех, кто идет по одной земле Подверженный одному зною Или одному холоду Или одному их теплому слиянию И всякий человек или зверь Заглянувший в глаза другому человеку или зверю Равен ему Потому что оба идут по одной тонкой И ровной линии земной широты Рабы одного зноя и одного холода Одинаково богатые и бедные одинаково Единственная существующая граница Это граница между продавцом и покупателем Но даже она не прочна Раз у обоих есть желание И предмет желания В палу и выпуклый разом И в этом все-таки меньше несправедливости Чем в делении на самцов и самок У людей и зверей Так уж Я, пожалуй, воспользуюсь смирением Совсем ненадолго А вам временно одолжу гордыню Чтобы можно было различить нас в этот час Неизбежно общий для нас обоих А теперь скажите мне, о печальная девственница Теперь, когда глухо урчат люди и звери Скажите, чего вы желаете И я вам это предоставлю Я сделаю это тихо Скорее почтительно Быть может нежно А затем, после того, как будут заполнены Наши внутренние впадины И сглажены наши внутренние холмы Мы удовлетворенные разойдемся В разные стороны Балансируя на тоненькой гладкой ниточке Земной широты В окружении людей и зверей Не удовлетворенных тем Что они люди И тем, что они звери Только Не просите меня угадать Ваше желание Иначе мне придется Перечислять все Что у меня имеется Для удовлетворения Первого встречного Любого, кто проходил передо мной С тех пор, как я здесь А время, которое потребуется Для перечислений Исушит мое сердце И уж точно Пошатнет вашу надежду Я иду не по какой-то особой местности И не по какой-то Какой-то особый час Я просто иду Перемещаюсь из одного пункта в другой По личным делам У меня там дела В этих пунктах Дела на ходу не делаются И не думаю я ни о сумерках Ни о каких-то там желаниях И в дорожные приключения Предпочитаю не обвязываться И двигался я от одного освещенного окна Там, за мной, наверху К другому освещенному окну Там, впереди Двигался по прямой Которая проходит через вас Потому что расположились вы Не где-нибудь А прямо на ней И вообще тому Кто движется до одной высоты к другой Никак не избежать спуска и подъема При всей абсурдности этих действий Сводящих друг друга к нулю И с риском в промежутке между ними Вляпаться на ходу в какое-нибудь дерьмо Прилетевшее сверху Из окон Чем выше живешь Чем чище воздух Но тем больнее падать Когда лифт доставляет вас вниз Вы обречены Вы оказываетесь в гуще всего того От чего прятались наверху В гуще подпочечных воспоминаний Так бывает в ресторане Когда официант Подает вам счет И мучает вас Перечислением всех тех блюд Которые вы давно уже перевариваете Жаль Тьма не настолько сгустилась Чтобы полностью скрыть ваше лицо Иначе я может и обманулся бы Насчет законности вашего присутствия И того прыжка Который вы тут совершили Чтобы оказаться у меня на пути Я бы в свою очередь Тоже может быть Отпрыгнул бы в сторону Но насколько густой должна быть тьма Чтобы вы не оказались чернее ее Когда вы на улице Даже безлунная ночь может показаться полднем Вот и сейчас я вижу ясно Как в полдень Что вас сюда привел Не случай с лифтом А непреложная сила тяжести Вашей собственной тяжести Которую вы тащите на себе Сразу видно Как рюкзак на плечах Она-то и удерживает вас В этот час на этом месте Оттуда вы с тоской Разглядываете верхние этажи А насчет моего желания Если бы я и мог здесь В темноте В окружении урчащих зверей Которые что-то все разом Поджали хвосты Припомнить какое-нибудь желание Кроме одного Очень определенного желания Увидеть как вы Наконец Пошлете куда подальше Смирение И заберете назад Этот ваш подарок Гордыню Потому что если я и питаю Слабость в гордыне То уж смирение Точно ненавижу В себе и в других И такой отмен Не для меня У вас все равно Не нашлось бы того Чего бы я пожелал Мое желание Если бы оно имелось Если бы я вам Его высказал Обожгло бы вам лицо Заставило бы с криком Отдернуть руки И вы бросились бы Во тьму Не разбирая пути Поджав хвост Как пес Но нет Тревожная неопределенность Этого места Этого часа Заставила меня Начисто забыть Имелось ли у меня Вообще когда-нибудь Желание Которое могло бы Прийти мне на память Нет У меня нет желаний Кроме разве что Одного пожелания Сверните с дороги Чтобы этого Не пришлось делать мне Исчезните Сделайте что-нибудь Самоликвидируйтесь Потому что свет В вышине Вверху здания Тот самый Которому приближаются Сумерки Продолжает Невозмутимо гореть Он дырявит тьму Насквозь Как зажженная свеча Насквозь Дырявит тряпку Которую ее Пытаются прикрыть Вы правы Если думаете Что я ниоткуда Не спускался И не собирался Никуда подниматься Но если вам кажется Что я об этом жалею Вот тут вы уже Не правы Я избегаю лифтов Как собака воды Не потому что Они отказываются Открывать мне двери И не потому что Меня изводит страх Застрять внутри Нет Движение лифта Меня щекочет А от этого Я теряю Собственное достоинство А если мне нравится Когда меня щекочут То еще больше Мне нравится Останавливаться По первому требованию Моего чувства Собственного достоинства Некоторые лифты Как наркотики Называют привыкание В таких лифтах Начинаешь плыть между небом И землей Не вверх Не вниз Кривые дорожки Начинают казаться Прямыми А внутри Замерзает огонь Но с тех пор Как я здесь Я научился Безошибочно Угадывать пламя Которое издалека Сквозь оконные стекла Кажется ледяным Как зимние сумерки И все-таки Достаточно К нему приблизиться Тихо Быть может нежно Чтобы вспомнить Не бывает Абсолютно Холодного света И моя цель Не погасить вас А укрыть от ветра И согреть Влажные сумерки Жарким дыханием Плам Потому что Линия По которой вы шли Что бы вы там Не говорили И с прямой Каковой она Может и была Превратилась в кривую Как только вы Меня заметили А я сразу понял Что вы меня заметили Потому как Сразу вильнула В сторону Ваша дорожка Не за тем Чтобы отдалить вас От меня А за тем Чтобы привести вас Ко мне Иначе Мы никогда Бы не встретились И вы уже были бы Где-то внизу Светной доли Потому что Идете со скоростью Человека Который перемещается Из одной точки В другую А я никогда Бы вас не догнал Потому что Хожу медленно Неспешно Почти нисходя С места Как человек Который не думает Перемещаться Из одной точки В другую А нисходя С места Стережет Первого встречного Дожидаясь Пока тот едва Заметно Не изменит Свой курс Снегом Замесло Все мы Которые